Всем привет, друзья! Я Алексей Молвит, вы смотрите канал GadgetPage. В этот раз ко мне на обзор приехала накладка для модернизации замка GameDow. С ее помощью можно сделать существующий дверной замок умным. Она легко и просто крепится с внутренней стороны двери. Подходит для любого замка. После установки для того, чтобы попасть домой, ключ не понадобится. Но прежде чем начать, рекомендую вам посетить нашу группу ВКонтакте, посвященную гаджетам и технологиям. Там вы найдете фотографии и видео всевозможных событий, частных фотосетов, новости корпораций, интересные факты, шутки и другие всевозможные явления, связанные с технологиями. В коробке есть инструкция, лекало для разметки, установки, крепления и дополнительная двухсторонняя наклейка для крепления пластины. Дальше в комплекте идет сам замок, Несколько разных пластиковых переходников, Две трехмиллиметровых пластиковых прокладки и одна десятимиллиметровая. Также есть сенсорный дисплей, который устанавливается с внешней стороны. Для установки и крепления в наборе есть шесть винтов и шестигранник. В инструкции есть два QR-кода. Один из них направит вас на страницу с подробной видеоинструкцией, правда на китайском языке. Но можно разобраться, отключив звук вообще. Перед просмотром предлагается выбрать подходящий тип накладки вашего замка. Круглая или прямоугольная. Этот девайс подходит для замков любого типа с разными накладками. Даже если у вас накладка замка выпирает, приклеив прокладки из комплекта, можно установить устройство. Второй QR-код перебросит вас на приложение Компаньон для управления настройкой замка. Эту накладку можно установить даже на щеколду с вертлюжком. Бумажное лекало накладываю сверху на металлический держатель. Делается это легко и точно с помощью специальных выпуклостей на держателе и отверстий на лекале. Отклеиваю защитный слой с держателя, конструкцию аккуратно, сверяясь с линиями на лекале, прижимаю к двери. Перед этой процедурой рекомендую обезжирить места фиксации держателя. Можно небольшими саморезами прикрутить держатель для большей надежности. Для этого предусмотрены два отверстия. Но это вовсе не обязательно липучка и так крепкая. Оторвать можно только применив силу. Дальше мне понадобится умная накладка и переходники, всего их три. Два для овальных заверток разной длины и один для круглой завертки с фиксацией на винтах. Для установки нужного переходника, снимая поворотную крышку, делается это с небольшим усилием и вставляю переходник нужной длины. В устройстве переходники для овальных заверток фиксируются в двух положениях. Поворотный механизм работает от четырех батареек 2А. Отсек батареек спрятан в нижней части. Устройство крепится к держателю винтами с двух сторон. После того, как накладка установлена на замок, ее необходимо откалибровать. Выбираем добавить устройство. Далее нужно выбрать тип замка. На самом деле это не принципиально. Просто в зависимости от выбранного типа приложение покажет вам анимированную инструкцию установки. Дальше приложение просит повернуть ручку устройства. Следующий пункт просит убедиться в том, что язычок замка выдвинут и мне его видно. Выдвигаю засов, если он не выдвинут и нажимаю калибровать. Дальше необходимо выбрать закрыт или открыт замок. Все, установка завершена и можно пользоваться устройством. Если необходимо, можно привязать сенсорный кодовый дисплей. Но это вовсе не обязательно. Можно дать доступ всем, кому необходимо, и они также через установленное приложение на своих смартфонах смогут открывать замок. Но давайте я привяжу дисплей и посмотрим, в чем его плюсы. Для этого заходим в аксессуары и нажимаем добавить устройство. Тут тоже показана анимированная инструкция. Откройте крышку с помощью шестигранника. Вставьте две батарейки 2А. Зафиксируйте крышку винтом из комплекта и установите с внешней стороны двери на самоклейку, сняв защитный слой. И дисплей можно точно так же дополнительно зафиксировать саморезами. Но это также не обязательно, поскольку самоклейка очень надежная. Далее приложение просит активировать дисплей касания. После этого подносим телефон и дисплей максимально близко к накладке для сопряжения. Затем нужно ввести постоянный шестизначный код, набрав который замок будет открываться. Например, если ваш телефон сел, можно открыть замок кодом, который вы задали. Если к вам нагрянули родственники, вы генерируете для них временный код в приложении, и они могут войти. Это может быть разовый код, а может быть код, который активен только в определенный промежуток времени. Это удобно, если у вас приходящая уборщица, или если вы, например, уехали в отпуск и попросили знакомых погулять с собакой и покормить кошек. Также это будет полезно в офисных помещениях. Все коды и параметры настраиваются в приложении на телефоне хозяина устройства, то есть администратора. Люди, которым вы дали доступ через приложение, не могут управлять кодами и давать доступ другим людям. Для защиты от подглядывающих хулиганов есть так называемый ложный код. То есть вы можете набрать неограниченное количество цифр перед правильной комбинацией и после нее. И замок все равно откроется. И пусть хулиган попробует запомнить. Приложение ведет запись по времени всех, кто открывал и закрывал замок. Уровень заряда батарейок отображается отдельно и для дисплея, и для поворотного механизма. Также можно включить возможность закрывать замок без пароля, просто нажав значок закрытого замка на сенсорном дисплее. Время работы зависит напрямую от качества батареек и интенсивности использования. И накладка и дисплей с хорошими батарейками работают более 300 дней при использовании 10 раз в день. И даже если вы не уследили за жизнью батареек, замок всегда можно открыть классическим способом – ключом. На самом деле накладка Gimdo очень крутое решение в любой ситуации. Ну, во-первых, не нужно портить дверь для установки. Устройство надежно крепится на прочную самоклейку. Но при этом, приложив силу, его можно отклеить, и следов на двери не останется. Не нужно менять сердечник и модифицировать замок. Если вы переезжаете, просто забираете устройство и устанавливаете на другую дверь. Замок неуязвим для взлома онлайн. Управление замком происходит по протоколу Bluetooth 4.0. Никакого Wi-Fi. Устройство сертифицировано и прошло различные тесты. Не рекомендую устанавливать на засов, который открывается только с внутренней стороны, как сделал это я. Поскольку в форс-мажорных обстоятельствах дверь придется выпиливать, так как ключом уже не открыть. А так, с точки зрения безопасности, в таком исполнении для взлома пилить придется злоумышленникам. Ребят, оцените это видео, вам не трудно? Нам приятно. Оставляйте в комментариях свое мнение по поводу такого замка. Заходите на наш сайт gadgetpage.ru. Там всегда свежие и актуальные новости, обзоры, распаковки и битвы устройств. Подпишитесь на наш канал, если еще не с нами и обязательно активируйте серенький колокольчик или пропустите новое видео. Я Алексей Молвит и канал GadgetPage не прощаемся. До новых встреч, пока!